У нас ведь медицина на 25 лет недофинансирована. Это как недокромленный человек. А потом ему говорят, что-то нужно тебе еще, наверное, оптимизировать. Давайте еще ногу отрежем. В последнее время произошли изменения. То есть, если раньше планировались структурные изменения в уже определенных госпитальных округах, в настоящий момент, 21 ноября, проект постановления об изменении формирования госпитальных округов. То есть, это все делается по новой. Никакого плана по реформированию, опять же, не создано. Старые госпитальные округа не сказали о том, что они сделали, не отчитались о проделанной работе. Новые не представили нового плана работы. Не определены планы на ближайшие годы или на ближайшие три года. Не определены финансовые планы по оказанию помощи и по финансированию лечебных учреждений. Не определены опорные, так называемые, лечебные учреждения. Это все, это ничего не сделано. Но сроки проведения реформы остались до 1 апреля. То есть, в отсутствие какой-либо подготовки, нас фактически гонят сейчас в абсолютно неподготовленную реформу, согласно которой, ну, лечебные учреждения очень многие не смогут заключить договоры. Они должны будут уйти на финансирование местных бюджетов. Хорошо, если это большие города, а если это маленькие города, что эти больницы должны просто закрыть. Заявлено, что с 1 апреля лечебные учреждения будут получать финансирование в размере исторического бюджета. То есть, то, что они получали предыдущий, позапрошлый год. С 1 апреля они будут получать 60% от исторического бюджета и 40% должны будут зарабатывать. В настоящий момент ни для кого не секрет, что то финансирование, тот исторический бюджет перекрывает 60% потребности. Вот если у нас заберут 60%, от 60% еще 40%, мы получим 20% от бюджета, который необходим для лечебного учреждения. Это будет везде. То есть, мы должны будем зарабатывать, ну, грубо говоря, себе еще на ту зарплату, которую мы сейчас получаем. Ну, она смешная. От 8-11 наш президент там поставил задачу. И там сказано, до 31 декабря необходимо, чтобы были обнародованы тарифы на медицинские услуги. Сегодня 13-е. На понедельник ничего не обнародовано, никаких тарифов нет. То есть, ну, вот у нас на последнем заседании, когда собирались депутаты и представители администрации лечебных учреждений, то было сказано, что вот мы должны с 1 декабря провести приблизительный расчет, сколько какая больница сможет зарабатывать по тарифам. Для этого нужны тарифы, их нет. То есть, идет декабрь, а посчитать нечего. То есть, у нас есть количество процедур, количество услуг, но расценки под них не обнародованы. И не факт, что они будут. И мы не знаем, какие они будут. Они будут, скорее всего, заниженными. То есть, они даже не перекроют потребности. То есть, та программа, которая вот была бесплатная диагностика, должна была заработать с 1 июля. Это декабрь, где ничего не сделано. Было выделено там 2 с 8 миллиардов, миллиард с чем-то забрали в привычку. Никто ничего не выделил дополнительно. И вот то, что должно было быть сделано, оно не сделано на сейчас. Оно зависает и оно перетаскивается в следующий год. Денег под это, как мы понимаем, нет. Если нет на то, что заявлено было раньше, то как собирается кто сделать на перспективу, где нужно дополнительные финансовые вложения. То есть, у нас ведь медицина, она 25 лет недофинансирована. Ну, это как недокромленный человек. А потом ему говорят, что-то нужно тебе еще, наверное, оптимизировать. Давайте еще ногу отрежем. Это будет оптимально, потому как меньше тратить жертвы надо. Ну, вот в таком духе у нас планируется реформа. То есть, недокромленные лечь учреждения, которые не могут заключить договор, они будут чего? Они будут так или иначе сокращаться. Ну, вот уже в Днепропетровске планируется объединение первой и девятой больницы, там 16-й и 15-й. На основании чего? Где у нас был тот план, согласно которому это проводится? По кривому рогу у нас на эту тему пока ничего не говорят. То есть, у нас информации о том, как нас будут сокращать, пока нет. Или будут или не будут. У нас пока последняя информация, что до 1 апреля мы идем все вот в том статусе, в том количестве, которое было заявлено на октябрь. Первичное звено, там очень разные зарплаты. То есть, там есть 15 тысяч, есть больше. То есть, это все зависит от главных врачей. То есть, те деньги, которые идут на финансирование, идут в бухгалтерию, дальше главный врач, в принципе, единолично так или иначе распределяет деньги так или иначе. По какому-то принципу. То есть, какого-то контроля со стороны того же врачебного коллектива его нет. То же самое, когда мы будем работать со вторичным звеном. Мы будем получать какие-то заработные платы, которые будут распределяться уже там, ну, условно, не совсем по тарифной сетке и так далее. То есть, опять же, прозрачности ноль. То есть, как это будет делаться, в зависимости от чего, нигде никто не написал. То есть, там куча коэффициентов, которые там маскируют, что хочешь. То есть, там за них можно спрятать чего угодно. Но реальных денег, которые можно посчитать, их нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова